91 серия участок мурманск-магадан движение в сторону омска в этой серии будет пройден путь 75 километров комментарии в салоне автомобиля без купер слушайте в оригинале есть стоянка название не помню с правой стороны местами москвы на восток перед нижним новгородом с правой стороны она написана стоянка в школе такая огромная надпись огромная вывеска там не пускают маленькие машинки наверное есть свои на это причины так что еще я например стартую тогда когда проснулся организм не по будильнику не по звонку вот организм проснулся тогда можно стартовать и еще значит не рекомендовал бы выезжать слишком рано по той простой причине что не все водители придерживаются правилом ночи спать так что это все ночи да не только дальнобойщики дальнобойщики еще более-менее придерживаются вот видите место уже можно останавливаться и на отдых и на отдыхе и на прием пищи и справа и слева стоят хоры это показатель того что кафе и строго желтого цвета вполне приличное и то что можно встретить водителя любого автомобиля от легкового до грузового которые ехали всю ночь и уже под утро наступает естественный процесс организм требует отдыха требует сна и водитель просто банально засыпается рулем и случается страх страшная просто катастрофа трагедии наследствие которых я видел на дороге многократно погибало очень много людей потому что водители выехали где-то часа наверное в 3-4 ночи или утра и в 7-8 часов организм отрубался выключался и случалось лововое столкновение как у грузовиков так и у легкового автомобиля поэтому на мой взгляд безопасное время наиболее безопасное это стартовать когда проснулся организм и когда ну часовой ритм что ли соответствует темпам населения наиболее вот выразился сам хрен пойму что сказал короче начался рабочий день люди поехали на работу и вы стартуете так так у меня два петильника которые здорово помогают на привале для приготовления для приготовления пищи с собой первое тошираки пюре уже готовые быстро приготавливаем вот вот кофе готовлю в большой банке дома в пропорциях сахар кофе но это по вкусу большая банка перемешиваешь чтобы на привале не дозировать сахар кофе а уже готовый перемешанный вон банк время нагревания стакана 250 миллилитров я покупал на алиэкспрессе время разогрева где-то 15 минут 15 минут до 70 градусов вполне достаточно даже можно обжечься для приготовления доштователем и картофельного пюре и так далее кроме того я с собой взял тушенку тушенку которая без жира без ну нормальная тушенка ее можно не свинина а говядина ее я купил на озоне там цены нормальные так что еще да еще один чайник кипятильник вот ну там где-то на пол литра мне такой необходимости пол литра пока не было но там время разогрева побольше до полчаса были крошки была крошка стакан с кипятильником от прикуривателя кипятильники я категорически от них отказался один раз купил такой кипятильник он мне на один раз схватил и потом поплавилось там все я его этот выкинул крошка кипятильник она чем не удобна у нее сбоку разъем для питания и не в каждый стакан на панели он помещается ну вместо для стакана стартовало когда температура была еще высокая с что-то 25 что ли градусов днем 26 ну там даже до 27 до 28 вот но я взял с собой теплую одежду нежное нижнее белье с подогревом зарядил аккумуляторы хорошая вещь наша так так она не это в в в в в в в в в Субтитры делал DimaTorzok С подогревом, там аккумуляторы в комплекте, наша отечественная разработка, нагревательные элементы на икры, мышцы, которые не кости икреют, а мышцы согревают. И, значит, штаны и кофта, куртка, кофта. Там, на спине, тоже два нагревательных элемента. Взял с собой галоши высокие, которыми сегодня уже воспользовался, потому что из автомобиля там трава, но в туфлях я бы, конечно, пробок. Потом спальный мешок покупал на Алиэкспрессе. В сжатом состоянии он размерами, ну, с двухлитровую банку. Когда его расстилаешь, он очень тёплый, кстати, спальный мешок с замочком. Для желания можно разложить его как плед, как плед сделать. И, при необходимости, можно сделать из него спальный мешок. Очень удобная, занимает мало места. Очень лёгкая вещь на синтепоне. Так что это не пренебрегает. Ну, я вот допустил небольшую обложенность, не послушал доброго совета, надо было взять надувный матрас. Так, жестковато, конечно. Но взял с собой ещё патоаппарат. Для того, чтобы делать так. Снимки с трассы. Снимки с трассы. Нужно брать даже статуя летом. Я бы не пресгал брать с собой тёплую одежду. Условия отдыха должны быть максимально комфортными. Чтобы сон проходил спокойно. Чтобы утром всталать полную силу. Но усталость накапливается, от этого никуда не денешься. Сегодня, наверное, сегодня, наверное, девятый день. Может быть, завтра, не знаю, надо будет дойти время и тоже денёк поваляться, поспать. На улице тринадцать. В салоне автомобиля тепло я поставил. В салоне автомобиля тепло. На двадцать три градуса. Разные прибамбасы взял для того, чтобы лобовое стекло постоянно было чисто. И вот вроде основное всё. Оснащение хитрое. Оснащение хитрое. Продолжение следует... 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 Я буду одним из первых, самый первый, самый первый, все проскочили, я не успел, потому что не спешил. И там стоят, я вижу, фуры, стоим подождем. Стоят там, ё-моё, светофор так отрегулирован, что ли. Стоят там, ё-моё. Стоят там, ё-моё. Так, вроде бы колонна двинулась. Да, видно. Давай я тебя сфотографирую, светофор. Сейчас подойдут машины. Стоят там, ё-моё. Так, аккумулятор на фотоаппарате разряжается. Ну, что есть, немало сколько. Так, аккумулятор. Так, аккумулятор на фотоаппарате разряжается. Так, аккумулятор на фотоаппарате разряжается. Так, аккумулятор на фотоаппарате. Сейчас надо полагать. Не свистеть денег не будет. И так нет. Карасоль. Карасуль. Посёлок справа. Синие крыши, красная крыша, зелёная. Каждый водитель знает, что одному хорошо, но в компании с музыкой и фильмами куда веселее. С этим поможет зелёный павильон «Пилигрим» на выезде с заправки «Газпром». Купить, обменять или обновить флешки с фильмами, музыкой и аудиокнигами легко. У нас вы найдёте рации и антенны, регистраторы и навигаторы, а также зарядники, переведники, газовые плитки и баллончики к ним, как заводские, так и на обмен по 35 рублей. Зелёный павильон «Пилигрим». 292-й километр на выезде с заправки «Газпром». Молодцы. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, приготовим фотоаппарат. Через 1,5 километра взъезд. Поверните направо. Вот это где желтый стоит. Знак это за ним должна быть стоянка. А вот у нас стояночка. А нет, не эта. Через 600 метров взъезд. Поверните направо. Убрали, наверное, ее. Да, убрали ее. Съезд. Поверните направо. Прямо. 146 километров. Не шею. Вот развязка налево-назад на Тюмень. Правый поворот на Ишин. А вот здесь, с левой стороны, заправка. Кафе. Вот здесь у меня была так называемая непробеденная обстановка. когда пришлось форматировать жесткий диск. Просто вспомнить... Вспомнить жутко то состояние разочарования и расстройства. Когда несколько дней пути видеозапись пришлось отформатировать. Но опыт появился. Опыт появился. Опыт появился. Вот эта дорога Ишима была к хлам разбита. Просто к хлам. И тебя тоже сделали. Тоже отремонтировали. Замазал номер. Что ж ты такое? Хулиганистый. Двигаемся в сторону. Согласно указателя. В сторону Омска. Тяжелый холодный ветер. Шатает машину от встречных кур. С правой стороны будет стояночка. Я останавливался на ночевке. Я останавливался на ночевке. Во двор меня поставил охранник. Это поворот на Ишим. Вот эта стояночка. Вот эта стояночка. Как видите, и форот устанавливается. Нормальное место. И дорога тут замечательная. Я помню однажды стартовал вот с этой стоянки. Ишимовская. И солнце прямо на горизонте. На капоте. Слепила. Так что невозможно было ехать. И на дороге стоят гонечники. Стояли. Но слава богу, что солнце светило. И я не мог ехать быстрее. Все было в пределах. А, ну вот. Очередное подтверждение. Ну, когда я их увидел в самый последний момент. Вот. Они кого-то там остановили. Так, ну, реально ответа проехали. Я заговорил, что я саморскую. Один раз только тормозу принесел. Саморская. Это очень серьезное. Серьезное расстояние. Так, на заправку заехал. Сейчас посмотрим, стоит машинка или нет. Ограничение 70. Вот он. Вон стоит машинка. Бегает. Остановит. Нет. Холодно, ребята. Холодно. 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 А, видать, предупредили дальнобойщика о том, что на перекрестке стоит машинка. Холодно. 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 Колонна идёт, а готовится обогнать лопатку. Её миловаренько работает. Нет, включил на обгон, ждёт знака, а там колонна. Я потормозил, чтобы этого опустить. Теперь не успевал. Ну что там, до Амска будешь ехать? Я потормозил. 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 Продолжение следует... 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 Не понял. Ну что ж такое, а? 08.48. 07. В Москве 07. Здесь 08, что ли? Ну как не бывает, ребята. Два часа разница давно уже. Так, привет с вами. Сейчас я его дам ручку. Хорошо. Ребята, подскажите, пожалуйста, сколько времени по местному поясу? 9.50 минут. Благодарю, дружище. С праздником. Взаимно. Два часа разница здесь, с мусвой. Да я вот смотрю по смартфону, показывает час разницы. Я тоже засомневался, поэтому спросил. Вот, пожалуйста, два часа. Смартфон показывает час разницы. Прям поймешь, ребята, связистые. Два часа. Следующий расход бензина 5,8 Утро Пройдено 212 км Средняя скорость 70 км в час А почему бы ее не росли? Потому что как таковых препятствий не тот один, там светофор был Потеря времени Свободно наружу Викслаген отгоняет Викслаген отгоняем Викслаген отгоняем Викслаген отгоняем Викслаген отгоняем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok